Смотрел Евро-Ньюс, там был такой репортаж, село Двани в Грузии, вблизи юго-осетинской границы, и значит, вот оно находится на территории, которую Грузия считает своей. Я вот нахожусь, говорит репортер, я нахожусь в селе Двани на линии разделения, позади меня административная граница, которую укрепляет постоянно Россия, а вот дом, который принадлежал Грузину, который был сожжен во время войны, и новый дом, который этот Грузин построил, попал в зону наблюдения российских военных, и вот местные жители рассказывают, они похищают людей непонятными способами, и там какой-то журналист, Гога, грузин какой-то журналист, показан, как он работает уже несколько лет в селах, вблизи зоны конфликта. Что дальше говорится? Я даже выписал специальности. И говорит ведущий, прошло уже 14 лет после войны, которое вынудило людей жить в тяжелых условиях. Они почти каждый день теряют свои земли, лесные наделы, людей похищают, российские солдаты задерживают их и так далее. После развала СССР, дальше текст, а это вот все говорил этот Гога-журналист, а потом ведущий говорит, после развала СССР Грузия первой из бывших республик испытала на себе эскалацию сепаратизма и вооруженного противостояния, а тысячи беженцев до сих пор не могут вернуться домой. Тут не сказано, какого сорта сепаратизм в Грузии проявился. Еще до распада СССР, когда Гомсахурдия шовинистически требовал от Абхазов убираться или там грузиниться, а Югостин вообще не считал за людей. Вы говорите, убирайте свою Северную Осетию. Никто ничего не говорит об этом. Вот просто вот советские солдаты похищают 14 лет и так далее. И дальше фраза гениальная, закрытие. В 2008 году, когда конфликт перешел в горячую фазу, Россия выступила на стороне Южной Осетии. Это вот Евроньюз, который сам себя рекламирует как самый справедливый канал, как образец многообразия точек зрения. Говоря о братоубийственном конфликте, он даже не упомянул, как он начался, этот самый конфликт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!